Что это глума? Глума? Такого я не знаю слова. Мы сейчас увидели вот этот вот парень. Друзья мои, сегодня я не снимала вам видео. Сейчас сяду с вами, поболтаю и всё расскажу в нашей новости. Наконец-то я выбралась на свежий воздух. Дома невероятная жара. Дышать нечем. А на улице так прекрасно. Вот в чём были дети дома, вот в том и пошли мы. Ничего не переодевала. И сама сейчас себя покажу. Всем привет. Друзья мои, ну конечно в шортах бы я не вышла. И в майке, поэтому надела комбинезончик. И идём с детками погуляем в нашей речке. А угадайте где наш дом? Первый, третий, второй или третий? Не шатай камеру. Если вы угадали, то подпишитесь на канал. Мы сейчас идём гулять. Не шатай, вот так надо. И вы скажете, почему так камера у меня трясётся? Потому что у меня руки трясутся. Привет, привет. И не могу мне хорошо заснять. Я не видела, как ты умеешь заниматься. А, осторожно. Посмотрите, посмотрите. Дэми, это я наоборот. Папуя, это не так, да? Помни, какая она у меня. А если я поднимусь? Уметь, что умеет, родноличка. Родноличка. Я поднимаю. Умничка, всё, посмотрите. Всё, позанимался Дэми? А ну-ка ты, мужичок мой. Давай, давай. Как хорошо здесь, как прохладно. А Ирмочка там пойдёт, на маленьком. Всё, пошли. Позанимались здесь? Пошли теперь. Вечером только выходит у нас народ. Какая жара, друзья, днём. Наверное, 45-47 градусов. Я там ещё хочу позаниматься. Хорошо, пойдёмте туда. Сейчас мои видео будут очень интересные. Кто хочет смотреть на моих внуков, вот, пожалуйста. Кто не хочет, кому не нравится, пожалуйста, не смотрите. Ребята, посмотрите, Лена. Ну, бабуля, покажи. Я на лёжах, я иду, я иду, я иду, я на лёжах. Скачу. Осторожно. Ну, вообще вот так. Как-то хочу с вами поговорить, я не знаю, буду сесть. Я сейчас, наверное, вот тут вот. Дети, я вот напротив сяду, там посижу. Хорошо? Уважаемые друзья и подписчики, наконец-то у меня выпала возможность с вами поболтать и рассказать о том, как у меня проходит время, чем я занимаюсь, как я себя чувствую. Да, с каждым днём ко мне приходят силы. Это факт. Я делаю сама себе уколы. На левую сторону я колю, а эндерфик вкалывает меня лекарства, впускает, вводит меня лекарства. А с утра на правую ягодицу уже я сама справляюсь. Очень хотела бы с вами поделиться о том, как я перешла границу с Арпией. Это был очень страшный момент. У меня такие воспоминания жуткие, что вот это единственное меня останавливает. А самолёт нам не подходит, потому что я расскажу, почему нам самолёт не подошёл бы. Мы бы на него физически опоздали. Мы приехали в 8 часов на границу, но нам сказали, что граница с Арпией открывается только в 10. Хорошо, что у нас было в запасе 6 часов, и мы вот тем самым успели приехать. А то бы мы на самолёт точно, мы однозначно бы не успели. Сидели мы там на улице с детьми, сами понимаете, возле хода. Потом вдруг погода резко изменилась, начал идти дождь. Мы зашли под навес, там есть такой небольшой навес, и только детей разрешили запустить туда. Всех людей выгнали наружу. Я вот с детьми, они сидели на сумках, вот так мы сидели около часа ещё. Это было что-то. Им нельзя было ни двигаться, ни бегать, ничего. Но, слава Богу, они хорошо это выдержали, слушали меня. Проблем не было никаких. И когда мы стояли первые, хотя мы приехали, там начали женщины. Мы в очереди. Знаете, что мне поразило? Это то, что они не видят то, что у меня трое маленьких детей. Они в Турции такого нету. Тут с детьми всегда пропускают вперёд. А то сами турки стояли, и мне говорят, туда идите, туда в конец. Я говорю, вы нормально вообще? Куда я с детьми пойду? В самый конец. Ну и что, что мы приехали во столько? Дети всегда без очереди. С детьми всегда пропускают без очереди. И они были сами из Карадениза. Я спросила, вы откуда? Потом познакомились, потом туда-сюда. Но они-то были у себя на уме. Все были на уме. Даже вот другие люди, которые вроде бы играли, заигрывали с детьми и всё. Когда уже осталось 10 минут, все начали собираться в этом коридоре с этими сумками. Они лезли, они всё считали, мне говорили, тыкали, что я после них, после тех, после других. Меня это всё бесило. Ну и слава богу, полиция. Полиция всё понимает. Кто без очереди, про кого надо пропустить больных сказали, кто направлялся в Медикал Парк, в Травзон. А также с детьми. Это было однозначно. Но женщины говорили, мы на самолёт не успеваем. Ну ладно, я их пропустила. И тут вдруг, когда открыли эти двери, мужчины через головы лезли с этими сумками. Я как стена вот так обгородила своих детей, потому что они были в шоке. И не пропускала их, пока мои дети не прошли вперёд. Вот я там потом повернулась и говорю, да что вы делаете, успокойтесь, люди. Вы не видите, я с детьми. Тут мой сын с этими чемоданами, трое детей. У нас было ещё три сумки больших. Это было что-то жуткое. И когда мы прошли, значит, всё, меня попросили. Миндо Белоба, это по-грузински, это значит, согласие родителей на детей. Представьте, вот в таком состоянии я трое детей, пока всех подняла, показала полиции. Пока показала все документы, он всё проверил. Там нужно было ещё какие-то карточки оформлять на них, потому что дети же не имеют заграничных паспортов. И с удостоверением личности нужно заполнять такой лист. И там нужно указать только дату перехода, фамилию, имя и отчество и номер этого удостоверения. И, значит, мы прошли всё. Потом я зашла в Дутифри, Дутифри на грузинской стороне. Потом мы, значит, прошли по длинному коридору. Люди мчались через нас, перепрыгивали вперёд. Но мы нам с детьми, я физически не могла лететь. То они в туалет захотели, то ещё что-то, потому что сидели столько времени в ожидании. И пока мы прошли, значит, турецкую границу, у нас даже ни к нам не придрались абсолютно ни к чему. И вот мы зашли в Дутифри. Там мне уже просто я посмотрела ради интереса. Мы зашли в туалет ещё раз с детьми. И вот опять шли-шли-шли. И, наконец-то, вышли к выходу. Подошли к выходу и смотрим там дождь. Как из-под ведра. Если бы не было дождя, естественно, я бы прошла вперёд. Мы бы сели бы на автобус, нормально всё. А так стояли три маршрутки. Вот эти вот таксисты предлагали нам доехать до Резе за 400 лир. Я отказалась, естественно. Потому что за 400 лир можно до Трапзона доехать. И они навязывали постоянно свои услуги. Говорят, вам всё равно... А там стояли маршрутки ещё. И за каждого человека 50 лир брали. Но это, естественно, они тоже наварились. В общем, они пользуются такой ситуацией, ненастной погодой. И используют людей, навариваются, делают такие деньги. Тоже такие наглые там вообще, на той территории. Не хочу говорить, кто. И тут я вдруг позвонила Эндеру. И сказала, говорю, 400 лир. Естественно, нет, 400 лир. Билеты столько не стоят, сколько бы я заплатила бы до Резе. Ну, билеты на одного человека. А билеты, кажется, 200 лир стоят за автобус. Или 220, где-то столько он заплатил. Затем, значит, дождь как из-под ведра. До маршрутки дойти было. Это значит, мы бы все намокли. У нас ни зонта, ничего не было. И тут вдруг говорят, давайте, пока там собралось определённое количество людей, заполняйте маршрутку. Я, естественно, первая схватила, подняла двух детей, Марии и Ирму, и понесла их под навес. Маршрутка сзади открыла багажник, и как раз я добежала, а к дверям там лужи были. Я была в спортивной обуви, и говорю, почему вы не открыли двери? Почему вы так плохо встали? Он как схватил Марии и Ирму, и отнёс их в маршрутку. Я побежала за Дэми и за Мираби, потому что у него остались основные сумки и багаж. Я не знаю, как я, вот этот Дэми у меня немножко тяжеловатый ребёнок. Схватила я его и по лужам в маршрутку. Сели в маршрутку, и мы были первые. Посадила, усадила, и вот я очень сильно промокла, как раз вот сняла потом уже это видео. Это было страшно. Мы, значит, сидели, ждали, пока заполнится вся маршрутка, и ехали. И дороги не было видно. Так медленно ехали, и я всю дорогу молилась. И, наконец-то, выехали. Вроде бы дождик успокоился, а потом опять нагнетался этот дождь. Успокоится, опять нагнетался. Наконец-то мы доехали в Ризе. Вроде бы была такая пасмурная погода, но без дождя. Только наш автобус... Я пока там оформила билеты. Обошла весь автовокзал. И вышла, нашла свой автобус. И как опять палил дождь. Опять намокли и дети, и я. Ну, я детей сразу переодела всех, а за себя забыла. От усталости, от всего. И мы так на ходу. Там я купила семиты. Мама нам хачапури дала в дорогу. Я купила Кока-Колу. Ну, накормила детей, потому что мы с 6 часов были на ногах. И где-то в час были в Ризе. А самолет вылетал с Трабзона везде сети час. Нам нужно было в 11 быть. Мы никак не успели бы на свой рейс. Я бы, наверное, тогда с ума сошла. Ну, вот как-то, как-то доехали. С Божьей помощью нормально. Ехали, казалось, очень долго. Двадцать восемь часов были в дороге. В Мерсине нас встретила. Шикарная погода. До сих пор такая погода. Дети спрашивают, когда будет дождь. Здесь дождей нету, к сожалению. Я вот только сейчас я пришла в себя. Вот с 28-го мы приехали, а сегодня 6-е, 5-е августа. Неделю мне нужно было адаптации. Ну, что я могу сказать. Жизнь моя, конечно, изменилась очень сильно. Я считаю, что то, что происходит, все к лучшему. Мой сын у меня под боком. Мы с ним очень много общаемся. А до этого у меня не было такой возможности. Эндера мы не мучаем, так как я целый день вожусь с детьми, но они периодично к нему забегают, и он с ними играется. Вечерами мы гуляем. Вот сейчас из-за моей болезни я не могу выйти с ними с утра на море. А сейчас я вышла с ними одна, с тремя в парк. И так будет постоянно. То есть выходить на улицу можно только после 7 часов. Дети днем у меня спят, кроме Марии. Ну, как-то так. Я думаю, все будет хорошо. Мы детей не взяли на большое количество времени. Мы забрали детей на каникулы, как все делают это обычно, бабушки. Да, все хотят спокойной жизни, но за 2 года можно и помучаться, по вашим словам. Потому что мы же в этой жизни не одни пришли. У нас есть и дети, и внуки, и нужно какое-то время им посвящать. Ну, а больше о других членах семьи своей я не хочу рассказывать ничего. Мои внуки с мамой временно живут. Так как у них дом достраивается, ремонт делается в квартире. Так что вы не беспокойтесь. Они же все время не жили с моей мамой. Мама уставшая, потому что она действительно трудна здесь с маленькими детьми. Но она сама не хотела ко мне приехать. Она предпочитает быть одной и никуда не хочет двигаться. Она говорит, ты езжай спокойно, на связи мы с ней. Конечно, она очень скучает, но все будет хорошо. Я смотрю, что там впереди пикник. Все кушают на ряде рождения какой-то у детей. Вот так, друзья, я нахожусь в Турции. Я действительно счастлива, потому что это самый красивый, самый гостеприимный, самый добрый уголок в мире. Я очень люблю Грузию, но я как-то написала пост, что очень дешево в Мерсине все, чем в Грузии. Почему? Потому что те деньги, которые я потратила за три недели, я могла бы прожить все здесь, кушая, но без ресторанов, естественно. Даже в ресторан можно могла бы позволить три или четыре месяца. А я просто там на быт, на каждый день еду, на фрукты, на все потратила денег за три недели столько. Просто я не хочу вам говорить это вообще. Очень много денег потратила. Ну, слава Богу, что у меня есть бизнес, который я могу оставить, отдохнуть, дать время отдохнуть, а потом приступить к нему. У меня нет ни декректоров, ни начальников. Мой заработок зависит от меня. Я никому не подчиняюсь. Поэтому сейчас я отдыхаю от всего. А как приду в себя, начну зарабатывать денежки на то, чтобы купить детям все, что можно. Вчера мы ходили в форум, потом мы пошли в ресторан. Я, ну, моему сыну, все, что хотела, его душа, все купили. Потом поели, очень вкусно, пришли домой и сразу отключились. Что, бабуля? Ногу подвину. Вот моя внучечка все время ножки подворачивает, все время падает. Амираби как падает. Ну что, мои друзья, все, буду заканчивать. Сейчас пойдем уже домой мы. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. Папуля, я хочу где-то. Где-то ты хочешь. Где хочешь? Посмотрите, она где-то хочет. Кого ты хочешь? Где хочешь? Пойдем покажем. Пойдем, пойдем покажешь. Что-то она мне хочет показать. Пойдем. Она, она отказала себя. Вот куда она меня привела. Она кататься хотела. Ой, я уже засыпала. Сон пришел ко мне. Осторожно. Осторожно. Все, давайте чуть-чуть покатайтесь и домой пойдем. Ступаться, мороженое будем кушать. Хлопья кукурузные. Кто-то не поел в дыме. Домой, как, господи, мы здесь мало гуляли. Мало гуляли? А сколько гулять надо? До утра? Нет. Она жарко много гуляет. И накачали много. Ну вот пить хочет Деми воду. Мы не взяли с собой воду. Надо взять. Ты терпишь, а Деми не терпит. Все, пошли. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.